Всем привет! Это видео о тех продуктах, которые я больше не куплю в компании Фаберлик. Я думаю, что какие-то из этих товаров вы сейчас увидите и вы ими пользуетесь успешно, они вам нравятся. Прошу не обижаться на это видео, потому что я показываю именно то, что я больше не куплю, что мне не подошло, и я буду объяснять, почему мне это не подошло. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что я тут что-то зря критикую, я просто показываю реальные продукты, которые я больше никогда не закажу. Возможно, это будет кому-то полезно, кто-то, может быть, и не обращал на эти свойства, потом обратит внимание, кому-то это поможет. Ну, а если вы просто хотите повозмущаться, ну, тоже добро пожаловать, я любые комментарии читаю, на какие-то отвечаю, и не обижайтесь, если я буду отвечать тем же. Так, ну и начнем с самого первого, что вы видите сейчас у меня на губах. Это помада Рената. Рената в оттенке 40172. И сейчас идет каталог номер один, действует... В этом каталоге 299 рублей стоит эта помада, и грех, конечно, ее не купить. Но конкретно красного оттенка сейчас касается информация. Оттенка 40172. И никакого другого, потому что другие оттенки я не использовала вот так часто, как красный, и ничего про них сказать не могу. А кто пользовался помадой Фаберлик, тот знает, что внутри одной серии могут помады по качеству отличаться. Это зависит от пигмента. Я просто, когда варила мыло, я замечала, что с каким-то пигментом мыло сохнет дольше, с каким-то густеет быстрее. В общем, тут очень много нюансов, поэтому внутри одной линейки это нормально, когда в зависимости от оттенка помада может немножко иметь другие свойства. Поэтому вот сейчас на мне оттенок, еще раз повторю, 140172. Это просто красная помада, она у нас единственная такая ярко-красная. И в чем ее самый большой минус? Она течет. Я ее наношу только для того, чтобы снять видео. Ее хватает минут на 30-40, потом она начинает течь по контуру, и все это выглядит просто через 30-40 минут, как рот клоуна. Потому что она делает границу губ и тела уже такой, знаете, размытой. Губы становятся неопрятными, некрасивыми, как будто размазанными. Поэтому вот красный оттенок я вам не рекомендую. Ну или на какой-то, вот я сейчас поснимаю видео, 20-30 минут пройдет, я ее сотру. Для этих целей она у меня существует. И она у меня существует в пробнике. Когда закончится, я перейду на другую. У нас, кстати, очень много оттенков фаберлик, именно красных, которые не отличишь один от другого. Ну а вот эта помада, она очень красиво лежит у нее. Ее характерная черта, это такое сливочное нанесение. Очень красивый получается финиш. Просто обалденный. Чуть-чуть бы побольше ей стойкости, и это была бы, ну, прям такая твердая пятерка. Ну, а так как она не держится, а красный цвет, он очень ярко выделяется на лице. И если он аккуратно нанесен, это один вид. Если он нанесен неаккуратно, это, ну, все, это просто провал. Поэтому я, конечно же, не рекомендую эту помаду. Целиком вам не могу показать, она у меня в пробнике. Ну, заодно я бы сказала, что у меня на губах, я сегодня вся такая в красном. Следующий, ну, давайте уж про декор я начала свою речь. И покажу вам из этой же линейки Secret Story карандаш для бровей. 55-65. Это просто клевый карандаш, который подходит... Смотрите, у меня достаточно темные брови, то есть они мне не белесые, не светлые. Несмотря на это, светлый оттенок 55-65, это уже второй такой карандаш, который я покупала у Faberlic. И вот так он наносится. Я сейчас и поплотнее нанесу, и потоньше нанесу. То есть можно различную интенсивность этим карандашом создать. Но один большой минус, который сейчас у него присутствует, это то, что его нужно точить. В каталоге появились автоматические карандаши, и я еще в Vivienne Sabo стала покупать автоматические карандаши. Да, их хватает на гораздо меньше промежуток времени автоматических, но большое преимущество, что не нужно точить. У меня точилка открытая, и каждый раз, когда я поточила карандашик, нужно ее идти вытряхивать. В общем, для меня это вдруг вот стало сложностью. Сам карандаш я очень рекомендую. Вот он мне сейчас на бровях очень естественный создает оттенок. Я потом еще прочесываю щеточкой. Мне очень нравится. Вот такой бы оттенок, конкретно этот бы грифель в автоматический карандаш. И я была бы супер довольна. Посмотрим. Я заказала, кстати, автоматический по купону с 50% скидкой. Тогда на него получается адекватная цена. 200 рублей. Еще кэшбэк вернется. И вот так вот мы сравним просто. Но затачивающиеся карандаши я просто больше не покупаю. А в целом карандаш очень хороший, я его рекомендую. Следующее, что я больше не куплю и, наверное, даже не использую, это CC крем вербена. Не поняла его сути. Заявлен он с тональной основой. Ну, в принципе, наверное, это аналог DD крема Гардерика, который у нас когда-то был. Потому что он, собственно, никакого тона, как вот прям чтоб тон, не получается при его нанесении. То есть, я не знаю, видно вам сейчас нет. Я даже вот смотрю сейчас на изображение на дисплее и я не вижу его эффекта. Поэтому, возможно, я его использую как, не знаю, базу под другой крем. Здесь есть, кстати, SPF 10 и на раннюю весну это подойдет. То есть, в качестве базы, наверное, под тональный крем я смогу его использовать по аромату. Не знаю, вы знаете, сейчас карандаш перебивает, который я уже стерла. И аромат карандаша перебивает 30 мл здесь в упаковке. И совершенно ничем не пахнет. В общем, для тех, кто не любит никаких каких-то ароматов, для тех, у кого абсолютно идеальный ровный тон кожи, но нужно немножко его усовершенствовать. Я думаю, вот этот крем подойдет. Для тех, кому нужно скрыть какие-то недостатки, ну, совершенно он ничего не скрывает, поэтому я его больше не куплю. Попользуюсь и больше не куплю. Дальше. Что я откопала, девочки, откопала? Это так и есть. Год назад я покупала глиттер из серии Секрет и попользовалась им, наверное, один раз. Ну, глиттеры это вообще такая тема, которая возникает раз в году у нас, да, под Новый год. Ну, возможно, кто-то на вечеринки ходит, там, на какие-то... Глиттеры нужны чаще, но мне вот он нужен ровно один раз в год. И я один раз попользовалась, когда купила. Год он у меня пролежал. Понятно, что столько, наверное, он и не должен был храниться. К сожалению, все инструкции у нас внутри. Я люблю хранить в коробочке, поэтому не разорвала. Но я думаю, что что-то не то со сроком годности. Сейчас этого продукта уже даже в каталоге нет. И не знаю, может быть, у кого-то на распродажах, на складах он будет. Такое тоже бывает, когда продукт, которого мы уже сто лет не видели в каталоге, вдруг всплывает на каких-то распродажах. Ну, девочки, я вам его не рекомендую, потому что он просто из портекса. Если он год назад еще нормально как-то наносился, то сейчас, ну, это просто даже не глиттер, это какая-то грязь. Это реальная грязь, поэтому, девчонки, я вас просто уберегаю от такой ситуации. 50-83 у него артикул, 50-83. Запомните или запишите, и не попадайтесь на покупку такого глиттера. По-моему, это у меня даже золотистый оттенок, который, ну, совсем не близко к золотистому. Я вообще... У меня сейчас определенные ассоциации возникают в связи с тем, что у меня здесь на руке намазано, как будто я, знаете, как говорится, вляпалась. Не в него, так в партию, да, есть такое выражение. В общем, такое ощущение, что я вот как раз в него и вляпалась. И больше вам скажу, я сейчас пытаюсь стереть с руки остатки этого глиттера, и у меня здесь просто какое-то желтое пятно образовалось. Ерунда полнейшая. Глиттеры у нас есть еще в линейке Skyline, Тет-а-Тет, которые друг с дружкой сцепляются. Там тени были жидкие для глаз, глиттеры. Вот там глиттер могу выделить, ну, из тех, что я пробовала, пробовала два бежевых и белый, который совершенно белоснежный. Белоснежный могу похвалить, а два остальных это тоже не глиттеры. Это просто один, ну, примерно вот так же наносится, только более прозрачно. Я их почему-то не достала, решила в следующий раз, наверное, вам показать, когда уже совсем решусь их выбросить, пока еще не решилась. Думаю, что, может, еще попользуюсь, и решила в этот раз в рубрику не вносить конкретно в эту. Дальше. Тональный крем. Абсолютный комфорт. Меня просили вообще сделать обзор на тональные кремы Faberlic, и я, наверное, это сделаю. И какие-то у меня есть сейчас в наличии, какие-то по каталогу, те, которые я использовала. Постараюсь вам показать, но сейчас конкретно об этом тональном скажу. Все-таки надо было мне читать, прежде чем заказывать. Но я повелась на акцию каталога, когда этот крем стоил 199 рублей. Там, по-моему, еще не кэшбэк был, даже скидка. То есть я его купила там, ну, пусть за 150, за 160 рублей я его купила. Это, конечно, смешная цена для тонального крема. 30 миллилитров здесь, и это была новинка. Она у нас была там в каком-то каталоге, потом что-то там было с упаковкой, его переупаковывали. И вот заново он у нас вышел, все с ним теперь хорошо. Но он, опять же, подходит для тех, кому нужно просто немножко подровнять тон. Если у вас есть какие-то прыщики на лице, если у вас есть пигментация, он ничегошеньки не перекроет. Он очень-очень тонко ложится, и лично мне жирнил лицо. Вот просто жирнил. Был, знаете, такое ощущение тяжести на лице, после которого хочется умыться. У меня оттенок, сейчас скажу, 6301. Я тоже считаю, что немаловажно, да, что я сейчас проговариваю номер оттенка, потому что другой оттенок может быть немножко другим. Так, например, антивозрастная сыворотка в серии Секрет. Это просто хит-продаж, мне кажется, это тональный крем, о котором я слышала 100-500 просто восторгов. И вы знаете, я когда заказала 6309, я поняла, что, ну, я просто купила тональный крем-балет за, там, 500 рублей. Я уж точно не знаю, сколько он стоит, но это топовая линейка тональных кремов, самая дорогая в каталоге. И у меня просто было огромное разочарование в этом креме. И мне сказали, ты не тот оттенок заказала, надо было заказать 63010. Вот он-то прям супер, а 6309 не очень. И поэтому вот в данный момент я вам говорю, 6301 у меня оттенок, который мне не подошел. Ну, он даже немножко по цвету я промазала. Немножко розовит он. Я не люблю, когда оттенок розовит. Мне больше нравится, когда уходит в кость, в более теплый оттенок. Этот немножко холодит. Ну, и жирнил мне лицо, хотя вот он увлажняющий, он не питательный. По идее, тут написано увлажняет и питает. Видимо, вот, нужно было мне еще более внимательно читать, потому что даже перед видео я вроде тут все перечитала. И вот этот момент не зафиксировала у себя в голове. А для тех, у кого сухая кожа 100% подойдет. И подойдет для тех, у кого, ну, близкая к совершенной, к идеальному состоянию кожи на лице. Ну, а для таких, как я, которым нужно 50 слоев корректора и всяких там еще штук, чтобы все это замазать, чтобы хоть как-то прилично выглядеть на камеру, он точно не подойдет. Дальше переходим к средствам гигиены и ухода. Ну, начнем с волос. Уже я говорила про это средство, но так и не выбросила. Все ждала, когда это видео сниму, я хранила эту баночку. Умный кератин, восстанавливающий филер для поврежденных волос, артикул 8264. Вот три средства есть в линейке Салон Кэ, в аналогичных флакончиках. И из всех трех конкретно это я точно больше не куплю. Ничего не делает, просто вообще ничего не делает. Причем не делает через раз. Что, я не знаю, у меня один и тот же шампунь для волос, у меня один и тот же бальзам для волос. И в одно и то же время я все это наношу. Но когда-то делает волосы красивыми, я сейчас, понятно, без него у меня другие укладочные средства на волосах. Когда-то он делает, допустим, вот такие хорошо лежащие волосы, а когда-то ты их расчесываешь, а у тебя даже расческа не идет. То есть он не то, что заполнил, да, там что-то филер этот кератином. Мне кажется, он перезаполнил, и как монтажная пена вот так на волосах размножился. И ты не можешь прочесать волосы, ты просто их трогаешь, они не гладкие, а руки цепляются за волосы. Я пробовала увеличивать дозу сначала, потом уменьшать, потом решила, что я буду так же, как с ценными маслами, такая же бутылочка, по две капельки. Две капельки вообще не работает. Пять-шесть нажатий вот через раз работает, чуть больше вообще не работает. То есть начинается вот этот эффект слипшихся волос. И, в общем, это самое для меня из трех бестолковое средство. Опять же, хочу обратить ваше внимание, какие у меня волосы. Мои волосы промелированные. Я их ничем не крашу после мелирования. Это естественный цвет, который получается после обычного блондорана какого-то. Я причем прихожу к мастеру, и каждый раз у него может быть вообще другая упаковка. Он даже не придерживается какой-то определенной марки. Он просто берет выжигающий вот этот состав и мелирует мне волосы, ничем больше не окрашивая. Я больше никаких красок и тонирующих средств на волосы не наношу. То есть они у меня выжжены. Ну, выжжены один раз получается. Да, вот сейчас у меня корни отрастут. Я пойду и немелирование сделаю ровно на отросшую часть. То есть здесь волосы у меня лишены своего собственного пигмента. Они пересушенные, конечно же. То есть они не намного раскрашены. Всего лишь на определенном участке по одному разу. И они очень тонкие. Вот если у вас может быть другого типа волосы, то вам этот филер замечательно подойдет. Вот я даже уверена, что есть такие люди, которым он нравится. Но вот на такие волосы, как у меня, он не подошел. Если у вас такие же, ну, не знаю. Вот смотрите, они тоненькие у меня, очень жиденькие стали. После двух родов просто все высыпалось с головы. У кого-то зубы, у меня волосы. Вот и в общем, в общем, вот крашеные, осветленные и после шампуня и обычного бальзама для волос. У меня лак-крем. А бальзамчик у меня ботаника еще старенький, уже выведен из каталога. В общем, при прочих равных условиях вот эта штука, филер этот на мне не работает. Поэтому я...